Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос, он не такой простой, как кажется. Ваш вопрос совсем не про те вещи, которые вы пишете, то есть, ну, не прямой текст, конечно, здесь. Смотрите, смотрите, во-первых, для 32-летнего мужчины два месяца встречений, да, это очень мало, чтобы предлагать вместе жить. То есть, мне кажется, здесь вы заработитесь. Мужчина, может быть, ещё к вам не привык, мужчина, может быть, вас ещё только узнаёт. И мужчина, по-видимому, ему, может быть, в голову даже не пришло предложить вам вместе жить. Это первое. Второе. Я не ханжа, но два месяца отношений и уже секс. Я не ханжа, но если вы вступаете в сексуальные отношения с мужчиной, надо бы очень чётко для себя определить, что для вас эти самые сексуальные отношения значат. А то, как ведь, получается, вы с человеком начали спать, и он думает, что, ну, окей, она со мной спит, и так ей хорошо, мне тоже, и всё. Для чего? Зачем ещё что-то делать? Для чего ещё что-то делать? Может, она только этого от меня хочет? Может быть, только такое, только такого рода отношения её устраивают? Кто знает. То есть, вы не обговорились, что для вас, лично для вас аноним, означает начало сексуальных отношений. Отсюда и чувствуется, что вы девочка по вызову. Потому что, ну, вы действительно, вы действительно девочка по вызову. Ну, вы себя так поставили, сами. Вот. Это первый, это такой момент. Дальше. Вы пишите, познакомили нас друзья. Сразу это наводит на мысль о том, а насколько у вас общего много. То есть, вот, как много у вас общего вообще? Есть ли у вас, есть ли у вас общего вообще? То есть, вы говорите, что, значит, в общении гармонично, вы говорите. Ну, это хорошо. Ну, а общего это что? Объединяет вас что с мужчиной? Вы пишите, вас познакомили друзья. Опять же, я ничего против этого не имею, но очень важен контекст. Контекст знакомства. Как вас познакомили друзья? Уж не свистили вас, хотели друзья. В таком случае отношения существенно усложняются. Дальше, вы пишите, что вы оба в разводе. Очень важно понять, почему вы в разводе оба. Почему в разводе вы анонимы, и почему в разводе ваш мужчина. Потому что те моменты, и то поведение, которое привело к разводу вас обоих, вполне может сыграть свою роль и в отношениях между вами. Так что, недооценивать эту историю не стоит. Дальше, значит, живем в разных краях города, своей квартиры у меня нет, снимаю, услуги у него лучше, поэтому приезжаю к нему я. Так, снимаю квартиру, своей квартиры у меня нет. Вот она не да, как так получилось. То есть, это вопрос вашей реализации, это вопрос вашей обустроенности, это вопрос того, насколько вы несете ответственность за себя, в первую очередь. Да? И насколько сильно вы полагаетесь на мужчину. Ведь, поправьте меня, если я не прав, но в предыдущем браке, в общем-то, квартиры тоже своей у вас не было. И опять же, и опять же, здесь мы сталкиваемся с очень важной вещью. Вы можете сами ответственность за себя нанести, вы можете считать, что мужчина там что-то должен, хорошо, но как вы, как лично вы обеспечиваете этот момент? То есть, мало того, что вы считаете, что мужчина что-то должен, что под вопросом, так вы еще и гордые и ведете себя так, как будто нет проблем. А как мужчина должен догадаться тогда, что вам что-то нужно? Если, например, два месяца, отношений слишком, повторюсь, мало для того, чтобы предлагать жить вместе. Дальше. Так, время проводим хорошо, покупает все он для ужина. А вот насколько для вас это важно, что он покупает все для ужина? А вы? То есть, вы считаете себя, как бы, как, более уязвимой в этой ситуации? Вы считаете, что вы ничего покупать не должны? Это не обвинение, я просто спрашиваю, хочу понять, как вы считаете? То есть, почему вы делаете упор на то, что он покупает все для ужина? А дальше. Живет один, признался в симпатии. Нет, симпатия это не любовь. Это даже не влечение, это просто симпатия. Вы считаете, что по одной симпатии можно уже начинать жить вместе? Дальше. У меня ребенок, дочке 6 лет, я оставляю ее с бабушкой частенько, потому что много работаю. И когда к нему дочит бабушка, все бы хорошо, но не предлагаю жить вместе. Ну, я об этом уже сказал. Вопрос, ну для чего вам это нужно? Просто как-то сложилось, что я словно девочка по вызову, позвали, приехали. Ну так не приезжайте, вы вправе сказать, что у меня появилось ощущение, будто я, значит, ну, будто меня используют. Вот вы можете мужчине об этом сказать. Вы можете просто мужчине, мужчине кажется, что я отказался от того, чтобы приезжать к нему. Ну, чтобы приезжать к нему, он обязательно спросит в чем дело. Вы можете ему сказать, что, мне кажется, наши отношения чисто сексуальные. Вот. И все, как бы, в чем проблема выразит свои чувства? А дальше, значит, как грамотно все разрулить? Ну, я, в принципе, сказал. Сказать, решай вместе или ухажив, снять квартиру поближе к нему смешно. Ну, это вы понимаете, что, да, это хорошо, что вы понимаете. Вот это вы понимаете, а то, что два месяца, в общем-то, для того, чтобы жить вместе рано, а это почему-то нет. Это вы понимаете, а для чего вам жить вместе с мужчиной, вы не понимаете. Вот. Ему ко мне приезжать тоже не вариант. Я немного гордый, мол, у меня нет проблемы, может, решил что-то, но потом я боюсь сказать, давай жить вместе у тебя, как-то нагло, что ли это будет? Нет. Опять, проблемы. Вы говорите о проблемах. Вы говорите о том, что у вас нет проблем. А сказать, давай жить вместе, это не проблема, это желание, это требование, это разные вещи. Вы путаете требования и проблемы. Вы боитесь показаться слабой, опять же. Ваше гордое поведение, это про то же, про то, что вы боитесь показаться слабой. Почему вы считаете, что женщина не должна быть слабой, при условии, что мужчина должен что-то решать? Это противоречие. То есть у вас есть проблемы с построением духовной близости? Эм, так, мужчина же должен эти вопросы решать, так же? Нет, не должен. Может, но не должен. У меня к нему искреннее чувство, хотелось бы не иметь бытовых проблем, но они есть. А какие бытовые проблемы, я не очень понимаю, какие бытовые проблемы, что вы говорите. Проблемы это нормальные, их нужно решать. Эм, путем выстраивания грамотных отношений, доверительных отношений, путем, путем разговоров, путем обсуждений, причем выражения, выражения своих чувств, бесконфликтного общения, навыками, навыками которого вы можете овладеть. Эм, просто обидно, когда рядом мужчина, а ты тянешь свои проблемы на себе. Ну, вообще-то это нормально, что человек отбежает за свои проблемы сам. У меня такое ощущение, что дочка вас тяготит. У меня такое ощущение, что ваша квартира вас тяготит. Ну, почему мужчина должен решать ваши проблемы, опять же? Тем более, что встречаетесь всего два месяца. Тут у меня такое ощущение, да, что при всей своей квартире вы так и хотите переложить на мужчину с ответственностью. А личную ответственность вы не несете. Вот, начните отвечать за себя, хотя бы за свои чувства, за свои желания, за свои эмоции. Вот, выражайте их, а там уже дальше видно будет. Ведь вы же не получается, по сути, человека обманываете, вы не такая, какая вы есть. Вы уже ему обманываете, это уже не искренность, это уже не доверие в отношениях. Вот, в целом, я полагаю, так. Вот, в целом, я полагаю, так. То есть, это страх быть слабой, это нежелание нести личную ответственность, это ожидание завышенное от человека, это спешка, на основе которой лежат, опять же, ваши потребности, может быть, представление о мужчине, о мужчине. Вот, и установка, что мужчина должен эти вопросы решать. Он бы, может, решил, он бы, может быть, и решил, но вы-то делаете вид, что всё хорошо. Почему-то, почему-то, ожидая при этом, что мужчина будет читать ваши мысли. Не будет. Мужчина не телепат. Вот, в принципе. Так, и опять же, обида, ваша обида, это ваши ответственности, это ваши чувства. Вам нужно преследовать обиду. Почему мне стало обидно? Чего я сделал человеку? Ничего не должен, понимаете, вам, мужчина, ничего не должен. В отношениях каждый несёт свою ответственность. Вы свою ответственность не несёте. Он несёт вы меня. Вот так. Понимаете? Какая штука. Вот я думаю, что так вам можно ответить. Что-то вы боитесь сказать, давай жить вместе, но, опять же, со страхом нужно работать. То есть это, мне кажется, страх, опять же, в близости, может быть, страх отказа, что он вам откажется. Страх поражения, может быть, может быть, опять же. Вот. Понимаете? Это всё страхи родом из детства, и, возможно, именно из-за них у вас теперь первый брак развалился. Возможно, из-за вашей гордости первый брак развалился. Это нужно корректировать. И когда вы станете уже более, более, так сказать, само собой, вот. Вот тогда уже и с мужчиной вы сможете устраивать такие отношения, которых вы реально достойны. А сейчас в отношениях не вы, а кто-то другой. Кто-то, кого на самом деле нет, к сожалению. Вот так, я думаю, можно вам ответить. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.